Градусник, не маска. Каждый день покупать не нужно, но если сломался, нужен новый. Сейчас мы и ради интереса зайдем в несколько аптек и посмотрим, насколько реально приобрести измерительный прибор. Термометры. Термометры? К сожалению, нет. Никаких нет? А давно нет? Ну, уже две недели. Скажите, у вас термометры есть? Термометры пока отсутствуют на складе у поставщиков. К сожалению, в данный момент нет. То есть они поставлены на заявку, но пока не заводятся. Когда могут появиться? Информация о дате завоза не указывается. То есть часто покупать стали, да, чаще? А с какого периода? Наверное, с апреля месяца, когда начался заболевание. Наша съемочная группа обошла больше десятка аптек города. Градусник в одной из них все же нашли. Провизор уточнила, остался последний, но цена кусается. За этот измерительный прибор нам предложили заплатить в районе 300 рублей. Только электронные. А ртутные? Ртутных нет. А разница в цене большая, а ртутные и электронные? Ну да, те где-то в районе где-то 100 рублей. Даже может 160. Цена на ртутные возросла за последнее время? Ну, возрастала, но как бы я не знаю, это не катастрофически, с одной стороны. Это можно понять, если их нигде нет. Приборы для измерения температуры начали исчезать с прилавков еще в начале июня, в самый разгар коронавируса. Из-за эпидемии градусники активно скупали. Вот они и закончились. Где-то вообще можно купить, заказать? Ну, если где-то в интернет, в заказах посмотрите, не знаю даже где. Ну, через аптеки, в аптеках нету, к сожалению. И заказать мы их тоже не можем. Казалось бы, есть спрос, должно быть и предложение. Но нет. Стеклянные ртутные градусники в дефиците будут ближайшие пару месяцев. Поскольку российская компания, которая их производит, единственная в стране и не справляется с потребностями жителей. На этом фоне оптовые компании с 25 рублей за один градусник увеличивали цену сначала 100 рублей, 150 рублей, 300 рублей. В конце концов, цена остала. Кстати, аналогичный дефицит наблюдали и в случае с медицинскими масками. Но очень скоро на рынке появились предприниматели, которые начали их выпускать. Вероятно, подобное случится и с градусниками. Количество их производителей увеличится. По мнению экспертов, увеличится и стоимость. Ну, а пока тем, у кого нет градусника, температуру придется измерять старым бабушкиным методом. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.